Здравствуйте, миллионы телезрителей! Поговорим о мире вечном. Не о вечном, а в вечном. Человек окружил себя множеством вещей и предметов. И каждый предмет кто-нибудь коллекционирует. Монеты, пуговицы, марки, билеты на транспорт, подстаканники, яйца Фаберже, пивные пробки, обертки отживательной резинки, куклы Барби, оловянные солдатики. Мы хотели познакомить вас с этой страстью. Но как-то все это мелко. Марки, оловянные солдатики. Хотелось найти одержимого, который приносит себе в коллекцию действительно вещь. Коллекционер кирпичей Роман Бочарников. Добрый день. Коллекционеров кирпичей в России не так уж и много. Человек 30-50. То есть даже не в каждом большом городе есть такой человек. И поскольку роман часто бывает на телевидении, мы думали, что роман – это наше все. Но Ростов в этом смысле оказался круче других городов. Коллекционер кирпичей Борис Талпа. Здравствуйте. Наши гости принесли с собой сегодня свои любимые кирпичи. Правда? Ну, не то чтобы любимые, но как бы характерные, чтобы можно было показать, рассказать несведущему. Или знаковые. Из знаменитых сооружений. Борис, ну поскольку у вас на столе больше кирпичей, хвалитесь. Ну, во-первых, я хочу похвалиться кирпичом, который… Вот это кирпич из фундамента Зимнего дворца. Но если некоторые зрители подумают, что мы разрушители этих зданий… Обязательно подумайте. Хочу сразу провести такой комментарий, что мы, как Роман называет нас, и хороший термин, мы брикхантеры, мы охотники за кирпичами. Не в основном коллекционируем как накопительство, а сам процесс добывания этих трофеев является очень важной чертой коллекционеров кирпичей. Ну, как вы его добыли? Все-таки отколупали? Ну, как правило, во всех знаменитых зданиях проводятся те или иные реставрационные работы. И вот я как раз попал позапрошлом году в Санкт-Петербурге был, был в Зимнем дворце, и увидел, что там проводятся в фундаментной части реставрационные работы. Подошел к реставраторам, попросил, представился, что я из Ростова-на-Дону, что я вот коллекционер, что я использую это для учебного процесса, и мне спокойно угощают интересным экземпляром. Хорошо, Борис, подождите, подождите, ваш кирпич. Ваш кирпич. Ваше слово, ваш кирпич. Понял, а, понял. Кстати, еще важный момент, поскольку вот Борис упомянул о теме самого поиска, находки кирпича, вторая часть брикхантинга, очень важной составляющей, является расшифровка клейма, которая вот на кирпиче. Вот как раз-таки Борис показал, что у него на кирпиче клеймо, по-моему, ОФГ. Да. Есть ли расшифровка его? Есть, есть. Но у меня в коллекции более 500 кирпичей. Эта коллекция, как положено у коллекционеров, каталогизирована. На все кирпичи имеются свои с изображением и описанием о производителях, о минерально-сырьевой базе. Роман, что это у вас за кирпич? Почему вы на веревочке с ним по улице ходите? Ну, вообще это, скажем так, такой подарочный вариант. Можно вот такие вот вещи дарить. Если люди в теме, то они бывают весьма рады таким подарком. Но это обычный кирпич или это кирпич со значением? Естественно, дарится кирпич со значением. Там что-нибудь написано? В данном случае написано, да, аббревиатура некая. Но в основном, если люди получают в подарок кирпич, то клеймо на кирпиче либо сходно с их фамилией, либо и с их инициалами. Тогда, в принципе, человеку приятно как бы получить. Его сделали на Дону? Да, это местный кирпич из области войска Донского. Есть такое селение Золотая Коса. Это в 20 километрах от Таганрога, в котором в свое время была очень интересная усадьба и хозяйство усадебное под названием Золотая Экономия Лакьер. Вот как раз-таки на данном кирпиче три первых аббревиатурных букв ЗЭЛ. Золотая Экономия Лакьер. На территории усадьбы был вот свой кирпично-черепичный завод, который как раз-таки и производил вот такие экземпляры, из которого потом уже делались хозяйственные постройки. Но самый главный момент, что на территории усадьбы сохранился памятник архитектуры, который в народе называют замок Лакьера. То есть это усадебный дом второй половины 19 века в замковом стиле. Очень интересный объект, который, к сожалению, находится сейчас в аварийном состоянии. Ну вы сейчас его спасаете, мы сюжет такой делали. Абсолютно верно, да. То есть спасли один кирпич, уже спасли. Ну, можно сказать так, но в данном случае данный кирпич является бонусом, жертвователем на наш проект по спасению этого замечательного здания. Люди, вам деньги, вы им кирпич? Например, да. Находятся такие? Ну, слава богу. А в чем ценность кирпича? Вот как определить, ценный кирпич у Романа или не ценный? Это мне вопрос. Вам вопрос. Хотите выменять? Я сейчас вам объясню. Ценность кирпича... Кирпич тоже имеет определенную цену. Материальный коллекционный кирпич. И он может продаваться, как в любой коллекции. Сколько денег? Ну, от 200 рублей до 10 тысяч долларов. Можете представить. Ну, у меня есть в коллекции кирпич, который я привез из Карнакского храма, которому 4 тысячи лет. Один из первых обожженных кирпичей в истории человечества. Вот мне, когда я выставил его на форуме коллекционеров кирпичей, в первый же день мне пришло предложение 10 тысяч долларов за него реальными деньгами. Но я... Мы это вырежем, чтобы никто не знал, что у вас дома такая ценность. Это не дома. Где вы ее держите? А вот это вот я уже никому не скажу. Потому что за этот кирпич можно отсидеть пожизненно в египетской тюрьме. Это не тот кирпич, который делали евреи до исхода из Египта? Это кирпич, который сделан, именно датирован таким возрастом, как я сказал, потому что задокументировано, когда был создан этот храм. А это из фундамента этого храма. Вы геолог. Геолог. Из чего делают кирпичи? Кирпичи делают... С геологической точки зрения. Давайте так. Исторически кирпич делают из глины. Но Ростов-на-Дону у нас является ведущим научным и техническим, технологическим центром кирпичного производства. Все знают, что кирпич делают из глины. И всю историю человечества, до того, как в Ростове не поверили, что можно делать не только из глины кирпич, зародились новые технологии. Именно в Ростове зародилась технология без обжигового кирпича, гиперпрессования. Роман, почему у вас кирпичи маленькие, а у Бориса большие? Вот имела ли значение эволюция человеческой руки? То есть каменщик должен кирпич взять рукой вот так, да? У этого каменщика что? Рука была больше. Вот вес кирпича и размер. Менялись с веками? Менялись. Конечно, менялись. Мы можем, если вглубь веков рассмотреть производство, то они были абсолютно разных форм. То есть были и квадратные, плоские, назывались плинфы. Ну, это вот временно ханские, это если ближе к истории России, это временно строительство различных там Кремлей, типа Астраханского. То есть вот там вот как бы ханская плинфа использовалась. То есть плоский и кирпич. Но также и в Киевской Руси, вот, по-моему... Византийский размер так и назывался. 30 на 30 сантиметров и 6,5 сантиметров высоты. То есть это были, да. Потом вот если рассмотреть период 16 века, вот Соловецкий монастырь, например, там и различные другие вот такие вот монастыри. В Валамске. В Валамске, там он более поздний по постройкам. Вот Соловецкий и забыл еще другие. Ну, вот именно этого периода. Там мы видим вообще гигантские большомеры. То есть фактически в полтора раза, если увеличить вот этот формат, мы получим вот такой вот гигантский кирпич. Как раз-таки тогда люди еще не задумывались, насколько я понимаю, по крайней мере, при производстве тех кирпичей, будет ли удобно каменщику класть. То есть о каменщике никто не думал, скажем так. Это уже потом стало... Но это эволюция кирпича. Естественно, эволюция. Вот ваш современный. Естественно. То есть его можно поднять от на руку. Кстати, очень интересный момент. Именно по формату кирпича можно тоже примерно определить датировку, даже если он без клейма. Но опять же это зависит от региона. И страну-производителя, да. Вот, например, в области войска Донского, в частности, в Ростове-на-Дону, все как раз-таки наоборот. Чем более ранний был кирпич, тем он был более меньшего формата. Вот я сейчас хочу показать один из интересных кирпичей в моей коллекции. Вот можно сравнить. Ну, например, вот более поздний кирпич по формату. Хотите, я подержу какой-нибудь, давайте. Да. Вот более ранний кирпич. Как видим, он был намного меньше. Почему произошло так, что и тоньше он, и меньше по размерам, по габаритам. Вот, то есть произошла чуть-чуть эволюция в увеличении кирпича. То есть уже конец 19-го, начало 20-го, примерно все унифицированы. Был формат, и, в принципе, во многих регионах практически пришли... Близки к современному стандарту. Да, к такому формату. Вот. А до этого форматы скакали. От маленьких до гигантских, крупных. Клейма на кирпичах. Мы понимаем, что это часто завод-изготовитель, наверное, всегда, да. Ну, вот я видел кирпич, дождь. На мокрую глину выпал древний дождь. И на кирпиче остались следы. Животное пробежало. У вас там это что, подкова, это лошадка прошла? Это не лошадка прошла, это образец кирпича, кирпичного дома графа Спичинского. Вернее, семьи графа Спичинского. Санкт-Петербург. Было выбрано такое клеймо. С одной стороны, это выбрано на гербе графа Спичинского имеется, потому что он был генерал-адъютант от кавалерии. И этот кирпич, как бы по-современному сказать, хороший мене маркетинговый ход. То есть люди не подкову цепляли, а строили из кирпича. Значит, удачу принесет. На счастье. Борис, а почему у вас вот кирпичи у вас все иногородние? В Ростове что, Роман уже все пособирал? Не осталось? В моей коллекции разбито на серии. Сколько весит в среднем кирпич? Ну, средний вес. Ну, если мы говорим о старинном кирпиче, ну, 3,5-4 килограмма. 4 килограмма. У вас дома сколько кирпичей? Ну, более 500. 500 на 4. Ну, не дома, скажем так. Не дома? В месте, где оно хранится. Сколько весит, ваша, сколько весит 500 кирпичей? Ну, надо умножить все. 500 на 4, 4, 5, 20. Это что такое? Сколько получается? 200 килограмм. Какой? Две тонны. Две тонны. То есть у вас у каждого по две тонны где-то там хранится. Зато никто не украдет такую коллекцию. Сразу не украдет. Сразу не украдет, да. В этом есть положительный момент. Читал я в какой-то краеведческой книжке, что после того, как крепость Дмитрия Ростовского перестала выполнять свою функцию, ее ростовчане, фундамент ее, растащили и построили на них дома, в которых до сих пор живут. Вот кирпичи, краеугольные камни Ростова-на-Дону. Вы их видели? Они у вас есть? Я так же, как и вы, только лишь натыкался на информацию о том, что так было. Но именно подтвердить это вещественными находками я так и не смог. И поэтому для меня пока что это остается вопросом. А был ли кирпич? Я вам скажу, был кирпич. И первое промышленное производство, которое было организовано в Ростове, это первый кирпичный завод на Казетериновке. И его выпускали, из него строили крепость Дмитрия Ростовского. Я предполагаю, что настолько более ранний срок производства, то, скорее всего, кирпич был не унифицирован еще по таким вот форматам. Скорее всего, он был крупный. Я где-то читал, что в районе Богатяновского находили какие-то кирпичи достаточно крупного такого вот формата, именно старинные. Но самому мне пока не удалось такие вещи найти. Я живу рядом здесь с вашей студией на самом центре крепости Дмитрия Ростовского, на угол крепостного и Горького. Вот куда кирпичи поделать. И все дворы, все старинные здания, все, что здесь сносится для нового жилищного строительства, я обязательно обследую. И вот таких вот крупноразмерных, первых ранних кирпичей тоже не встречал. Потому что первые части строительные, и вот сейчас остатки крепостной стены и есть, они сделаны из известняка, который плитчатый известняк у нас выходит в балках в правом берегу Дона. Вот, этот известняк, из него обжигали известь, песочек тоже у нас имеется, песочек с известью был окладкой, а сами эти известнячки, они легко выкалываются и дают такие вот правильные геометрические формы, ну, бруски, так скажем. Как я понимаю, у Романа образ жизни похожий на ваш. А были такие случаи, что вы пришли посмотреть на там сломанный старый дом кирпичи, а там уже роман? Ну, так не было, но... Не, ну, однажды мы встретились, но там, правда, чуть в другом месте, там, где было хранение, скажем так, частичного кирпича, если помните, на Красноармейской. А кого можно пригласить в гости? Приходи ко мне в гости, посмотрим кирпичи. Вот, есть люди, кому это вообще интересно? Ну, естественно, есть. Со временем все развивается и все больше эта тема начинает понемногу популяризироваться и все больше количество людей, скажем так, пополняют ряды либо сочувствующих, либо активных коллекционеров брикхантеров. Как? Ага, брикхантеров. То есть, вот там эти нумизматика, там, я не знаю, фалеристика. А у вас как? Вообще, международный термин есть такой лотерофилист. Ага. А мы, это только кто собирает. Лотеро камень, да? А мы брикхантеры. Брикхантеры, это вы охотники? Охотники. Ну, в переводе с английского два слова, брик и ханкинг, охота за кирпичами, потому что в этом, ну, во-первых, это более интересно, на мой взгляд, фонетически звучит как-то... Не оплатить, допустим, кому-то, и тебе пришлют эти кирпичи. Это не... Для нас такого интереса нет. А самим найти. Мы, кстати, все находки документируем, фотодокументацию делаем, с каких мест, как взято. В каталоге мы делаем привязку, с GPS, где взято. Это нормальная научная работа. И так как я преподаю в Южнофедеральном университете, в Институте наук о земле, вот, мы используем вот эти знания, направления, которые мы изучаем при чтении лекций и практических занятий. У меня студенты формуют кирпичик и обжигают. Школьники приходят на день открытых дверей. У них вот такие вот глаза, они просто обалдевают от этой истории. И на следующий год приезжают на день открытых дверей и мне дарят кирпичики. А вы любите, когда вам дарят кирпичи? Естественно. Это ценно? То есть, если вам подарят кирпичи, вы обрадуетесь, да? Очень. Значит, мы попросим тогда миллионы телезрителей, пожалуйста, относитесь внимательно к кирпичам. Если найдете интересный кирпич, приносите его нам, а мы его Борису или Роману передадим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова